Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте и в этом выпуске. Олинии воды должны иметь возможность сдавать мясо на переработку. Мясокомбинат примет у них столько оленины, сколько они смогут сдать. Губернатор Юрий Бездудный во время прямой линии пообещал взять ситуацию под свой контроль. Более 500 жителей Ненинского округа прошли диагностику врачей, работающих в проекте «Онкопатруль». Время подвести итоги. Ёлка желаний. Мечты маленьких жителей Заполярья исполняются. Какой подарок получили ребята? Об этом и не только в ближайшие 20 минут. За прошедшие трое суток в Ненинском округе зарегистрировано 25 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора по Ненинскому автономному округу. В числе заболевших 21 житель Наринмара, один житель Неси и один житель Красного. Кроме того, зарегистрировано два привозных случая заболевания коронавирусом из Москвы и Томска. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3432 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3174 человека. За прошедшие трое суток 30 человек. В регионе зарегистрировано 84 летальных исхода от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПСР-лаборатории уровня референс, находится 149 человек. Еще у одного пациента коронавирус был подтвержден результатами исследований методом ИФА. В целом на лечении в регионе находится 150 человек. Из них состанарное лечение получают 22 человека, амбулаторное – 128. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 994 человека. Три года условно. Именно такую меру наказания избрал суд Ненецкого автономного округа для Юрия Жданова. Изначально уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Юрий Жданов был работником в администрации поселка Искателей. Согласно материалам дела, будучи членом жилищной комиссии, он порекомендовал выделить квартиру женщине по договору социального найма. Но, как впоследствии выяснилось, жилищная субсидия уже была получена. Договор признали недействительным, а квартиру отобрали. Юрия Жданова вызвали на допрос 26 марта, а на следующий день суд постановил отправить мужчину в следственный изолятор. Арестовали подсудимого в Ростове-на-Дону, затем этапировали в Архангельск. В мае дело было переквалифицировано в часть 4 статьи 159 «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» и статью 292 УК РФ. Юрию Жданову также назначен двухлетний испытательный срок. На время апелляционного периода действует подписка о невыезде. Стоит отметить, что Юрий Жданов свою вину не признал. В Тундре нет менеджеров. Оленеводов не учили продавать оленину. Зато они прекрасно знают, как выращивать олени и должны иметь возможность сдавать сырье на переработку. Мясокомбинат примет у них столько оленины, сколько они смогут сдать. Такое заявление сделал губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный во время прямой линии. Как отметил глава региона, главный в связке оленеводов-мясокомбинат именно оленеводы. У нас национальный округ. Оленеводство – это главная отрасль сельского хозяйства. Мы с вами не засеваем здесь рожь, пшеницу, как в Краснодарском крае. Мы живем в таких условиях, что оленеводство – это не просто основное, но это, пожалуй, единственная такая крупная отрасль сельского хозяйства. Потому что молочное производство рассчитано только на внутренний рынок и все, что связано с молочкой. То есть основное – это оленеводство. И оленеводы, ну и тоже никто там с наших коллег, с департамента не пошел жить в тундру, правда? Но хотелось бы сказать, а когда вы вообще были последний раз в хозяйствах? Вы видели, как живут оленеводы? В каких условиях? Да, это тяжелый труд. Это очень тяжелый труд. И совершенно справедливо, чтобы этот труд и оплачивался достойно. Мы поддерживали и поддерживаем оленеводство. И в любом случае эта отрасль будет датироваться из бюджета. По-другому оленеводы не выживут. Поэтому мы датировали. И задача мясокомбината сейчас – все мясо принять и переработать, и реализовать. Юрий Бездудный также отметил, что будет держать ситуацию на контроле. В продолжение темы. В Нижней Пёше идет строительство жилья для оленеводов. В настоящее время строительные работы находятся на завершающем этапе. Дома построены из СИП-панелей. Все материалы для жилых объектов были завезены вовремя, к началу строительства. За стройку мы начали два года назад. Первый год подвели под крышу. И в этом году мы уже доделывали внутренние работы, электроэнергия, свет тут, тепло. Ну и осталось им обустроить только вот это, мебель и так далее. Каждый оленевод получит свой отдельный дом с кухней, комнатой, кладовкой, санузлом и отопительной системой. Сами оленеводы, конечно, приходили. Они сейчас вот у нас недалеко от стада находятся. Они приходили, заходили, смотрели. Так что, что не понравится, скажут, сделаем. Новоселье не за горами. Сдать объекты в эксплуатацию планируется в январе 2022 года. Анкопатруль завершил работу в Заполярье и отправляется в следующий регион. Просветительская и профилактическая работа продолжится, пока не охватит все регионы. Наталья Дуркина продолжит тему. Анкопатруль побывал уже в 13 регионах. По традиции, в завершении каждой поездки эстафета передается в следующий регион. Впрочем, в Неницкий округ высококлассные специалисты высадились вне очереди по просьбе сенатора Риммы Галушиной. Я обратилась к Андрею Дмитриевичу Каприну с просьбой, чтобы провели, потому что это федеральный проект. Он проводился до нас в 13 регионах. Наш регион – это 14-й. Поэтому я обратилась, чтобы они нашли возможность и провели анкопатруль у нас в регионе. Поскольку в регионе у нас нет своего онкологического центра, это очень важно. А онкологические заболевания у нас выходят в такой… ну, лидируют в рейтинге заболеваний. Поэтому, конечно же, вот эта помощь, она была нам просто необходима. На протяжении четырех дней 13 специалистов-онкологов проводили профилактические осмотры, просветительские беседы и мастер-классы. За это время выполнено два оперативных вмешательства. Еще одна пациентка в скором времени также будет прооперирована. За эти дни, которые группа врачей здесь провела, было обследовано более 500 человек. И цифры внушительные и результатами. Дело в том, что 19 подтвержденных новообразований уже выявлено. И у 28 человек найдены подозрительные симптомы на наличие онкологического заболевания. Все пациенты будут дообследованы либо здесь, на месте, и начато лечение, либо кто-то из них будет направлен на лечение. К слову, пациентов, у которых были выявлены злокачественные образования, направят на лечение в Архангельский клинический онкологический диспансер, а также в Московский национальный медицинский исследовательский центр радиологии. Мы планируем продолжать взаимодействие дистанционное. Мы готовы приезжать сюда еще, готовы принимать специалистов на обучение в наших сайтах, готовы использовать дистанционные формы взаимодействия, которые сейчас очень активно в медицине используются. Это и телеконсультации, это и совместные осмотры данных обследований. Все это мы будем делать. Всероссийская акция «Онкопатруль» направлена на раннее выявление и профилактику онкологических заболеваний. Она реализуется в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Наталья Дуркина, Антон Возряков, Телеканал «Север». Белее снега. Есть швейцарский сыр, шоколад, часы, а мы расскажем про швейцарских овчарок. В Ненецком округе появился питомник с этими великолепными животными. О необычной породе собак их привычках выясняла моя коллега Ольга Русул. Зидан, Ники, Тея и Зефирка – великолепная четверка. От одного взгляда на них расплываешься в улыбке и поднимается настроение. Порода этих милых созданий называется белая швейцарская овчарка. Собака-компаньон, собака-постух. Также ее пользуют в служебном собаководстве, как овчарка, но от немецкой. У нее корни от немецкой овчарки идут. Мечту организовать питомник Елена, хозяйка великолепной четверки, вынашивала много лет. И вот, наконец, удалось ее реализовать. Всегда была мечта на выставках выставить со всей компанией. То есть, в питомнике присутствуют несколько девочек и один мальчик обязательно производитель. Мы мечтаем скоро осуществиться. Мы привезем семейцы, мальчика, до образования, договорились с испанским питомником. Питомник – это особая организация жизни и деятельности животных, которыми занимается их хозяин. Кроме того, что это огромный, каждодневный труд, заводчику еще необходимо иметь специальное ветеринарное и кинологическое образование. Перед тем, как открывать питомник, прошла специальные курсы дополнительного образования, как кинолог. И по дрессировке, ну, кинолог, понятно, дрессирует. Хендлер я заканчивала. И так как имею ветеринарное образование, мне разрешили открыть питомник. По новым правилам, как бы, нельзя открывать. Просто человек не может открыть. Самая взрослая в этой шумной компании Ники ей пять лет. Остальным товарищам по три года. Кстати, если рассматривать наших героев как стаю, то главная в ней Ники. Она – альфа-самка. Все собаки имеют родословные награды с выставок и сертификаты. Например, родители Зидана из Москвы и Ярославля. А самая именитая – Ники. У нее больше всего регалий, и их постоянно надо подтверждать. Поэтому каждое утро начинается с небольшой тренировки. Сначала желание собак, а уж потом и свой завтрак – девиз всех собачников. Утро начинается у нас с прогулки. С собачки у меня. Так, все, стоим. Едем с очков гулять, потом кушаем, а потом уже я завтракаю. Сначала на первом месте собаки, конечно. Внимание белоснежные красавцы требуют не меньше, а может быть и больше, чем детям. Наши герои прошли свои университеты и даже сдали экзамены. Тест на пастушьи инстинкты и тест городской собаки – обязательный для всех пород. Ребята регулярно проходят медицинское и генетическое обследование. Кроме того, Елена научила своих подопечных бежать в упряжке. Швейцарские овчарки – это не только море удовольствия, это еще прекрасный альтернативный транспорт. Можно доехать куда угодно. Как выяснилось, каюр из меня никудышний. У Елены получается гораздо лучше. А для собак такое упражнение не только удовольствие, но и большая польза. Мы катаемся на упряжке. Мне нравится, что собака прокачивает определенный мышц, она хорошо стоит. Нам это все пригодится в выставочной карьере. У собаки хорошие ноги, суставы, постановка, лапки крепкие. И весело нам. Сколько они пробегают, на какие расстояния они бегут? Мы много не бегаем, бегаем по 2-3 километра. Ну, естественно, при хорошей погоде мы катаем желающих, но только не в морозные дни. Потому что морозный каучек, в мороз собачке нельзя бежать в упряжке. Она дышит через ротик и может произойти сгорание. Белоснежные швейцарские овчарки, запряженные в сане, такому транспорту может позавидовать даже Дед Мороз. А если встретить эту чудесную компанию неожиданно в лесу перед Новым годом, то это без сомнения к большой удаче. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Ненецкому театру «Иллипс» 25 лет. Один из самых популярных творческих коллективов региона показал зрителю множество постановок о жизни ненецкого народа. О истории коллектива и артистах, которые вносят немаловажную лепту в сохранение традиций, расскажет Василий Ходанзейский. «При на окно, при на окно, в старце, на окно, пройдем!» Традиционное исполнение ненецких песен под звуки бубна. Именно такой аккомпанемент представляют артисты театра «Иллипс» для зрителей. История творческого объединения началась со спектакля «Бубен», показательное выступление которого состоялось в 1996 году. «25 лет назад Прокопий Андреевич создал этот спектакль «Бубен». И с этим спектаклем они успешно выступали, ездили на гастроли в Норвегию. Вот мы можем посмотреть, там фотографии есть. До сих пор играют еще те, которые вместе с ним ездили». Сейчас театр посещают не только участники, которые уже выступали при основании творческого объединения, но и совсем молодые артисты. Захар Талеев пришел в коллектив недавно, но уже освоился и стал участником каждого мероприятия. «Новый опыт, новые знакомства. Тоже мне нравится выступать. И, в принципе, этого мне вполне достаточно». Для Захара участие в театральных постановках – это не просто выступление на сцене. В первую очередь для артиста – это сохранение культуры национального наследия ненецкого народа. «Нужно, чтобы молодежь не забывала свои корни, так сказать. Также не забывала их родной язык. И очень правильно, что есть такие коллективы, которые приглашают молодежь». На сегодняшний день театр «Иллипс» является участником региональных, всероссийских и международных конкурсов и мероприятий. Также творческий коллектив поддерживают и бывшие участники театра. «Для меня театр – это радость. Раньше мне всегда муж говорил, ну чего, опять пошла радоваться, ну на репетицию когда. Я говорю, да, жизнь идет, театр как остался для меня, солнышком, теплым лучиком. И так я всегда о нем вспоминаю тепло». По случаю юбилея Сергей Константинович Никулин, режиссер театра и его летописец, подготовил книгу о создании, становлении и достижениях «Иллипса», его руководителях и ведущих артистах. Познакомиться с книгой можно на официальном сайте Этнокультурного центра. Василий Хатанзейский, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Мечты сбываются. В России стартовала предновогодняя акция «Елка желаний», в рамках которой представители власти исполняют желания детей. 17 декабря двое детей из Ненецкого округа получили подарки от сенатора Российской Федерации Римма Галушиной. По просьбе Деда Мороза сегодня привезла тебе подарок, то, что ты у него просил. Новогодний подарок Диме Кислякову вручила сенатор Римма Галушина. В рамках акции «Елка желаний» в этом году молодой человек отправил свое письмо с новогодним обращением Деду Морозу. И просьба Димы попала на елку желаний Федерального собрания. Дети могут написать свои желания, шарики с их желаниями вывешиваются на елку, и потом чудесным образом эти мечты детские сбываются. И, конечно, здорово, когда детские желания исполняются, особенно в такой сказочный праздник, как Новый год. Вот сегодня Дима у нас тоже получил подарок от Деда Мороза, чему я бесконечно рада. Дед Мороз подарил Диме под Новый год компьютер. Мальчик на отлично учится во втором классе Оксинской школы. Помимо учебы он также интересуется IT-технологиями. Он увлекается программированием. У него компьютеры, какие-то ролики, не ролики, каналы. У него даже свой канал он на Ютубе создал. То есть он разбирается в компьютере отлично. Наверное, я так не разбираюсь, как он разбирается там. Подарок весьма кстати. Он поможет начинающему программисту освоить сферу информационных технологий. Ещё одно популярное среди ребят увлечение, которое заинтересовало и Диму – ведение собственного Ютуб-канала, где он выкладывает свои авторские видео. На современном компьютере будет проще завоёвывать интернет-пространство. Не остался без подарка и ещё один подопечный сенатора Ильдар Явтысый – воспитанник Центра содействия семейному устройству. «Дети из детского дома все написали письма Деду Морозу. И вот сегодня я хочу передать мальчику из детского дома подарок, который он попросил у Деда Мороза. И Дед Мороз ему передал этот подарок». Так что мечты под Новый год сбываются. Нужно только в них верить. На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – компания «Рент» по производству и продаже снегоболотоходов «Зырянин».